приветствую всех на своем канале решил вот немножко разобраться с двухрублевыми монетами откладывал где-то на протяжении полугода двухрублевки 2009 года откладывал откладывал и вот решил их немножко рассортировать так сказать вот это санкт-петербургские монеты которые удалось мне выловить из оборота за несколько вот этих месяцев ну без фанатизма опять же просто из магазину сдача и прочее по каталогу сташкина выделяется пять разновидностей две из которых нечастые и три обычные у меня попались естественно все три обычные вот три варианта реверса это 421 422 и 423 чем тут сказать суть вопроса чем отличаются они попробую показать по смотрим по вот этому вот листу и по количеству прорезей и выраженности прорези в этом листе у штемпеля 421 две четкие прошу извините прорези не четкие вот это вот левая левая которая более длинная она четкая правая она не выражена практически сглажены 422 две четкие прорези узкие узкие 423 ну эта монета уставшая но все равно там по штемпелю проверил совпадает это прорези вообще не выражены практически они сглажены полностью этом листе по аверсу у штемпеля 421 выделяют только лишь один вариант аверса это а так сейчас я буду показать различия монограмме и не только монограмме монограмма вот монета лежит ровно если так вот брать и монограмма здесь получается повернута против часовой стрелки и приподнята относительно раб лапа орла вот монета простая так что у нас тут дальше дальше у нас фокус пропал так 422 здесь выделяют два варианта по аверсу б и в вот у меня попалось две монетки и все они 422 в получится монограмму найти вот так здесь монограмма уж темпеля вы приспущена смещена несколько вправо сравнению с штемпелем а штемпеля а она приподнята и смещена влево штемпель штемпель б здесь несколько попроще у 423 два варианта б и в вот б обычная в не частые ну и вот б штемпель монограмма расположена прямо приподнята смещена смещена так смещена она у нас вправо и расположена прямо хвостики вот эти вот вернее поперечные гасты в надписях они длинные это именно штемпель боя штемпеля а гасты в надписях тоже длинные а у штемпеля в штемпеля в штемпеля в они короткие слабо выражены вот вот так ну штемпеля вы еще определяют как короткий хвостик цифра 2 также сравнение с штемпелем а можно тоже под увеличением попробовать даже под таким вот у штемпеля а хвостик у двойки длинный а у штемпеля в короткий короткий вот вот в приспущен а приподнят и тут в большей степени надо смотреть на вот эти вот гасты и хвостик у двойки чтобы не ошибиться вот ну а б тут более более понятно за счет того что монограмма расположена прямо относительно если вот положение монеты так сказать если относительно орла и всего изображения нет поворота против часовой стрелки вот такие вот не магнитные двухрублевки двухрублевики 2009 года санкт-петербургские в это вот монеты вот остатки блеска но при этом какая-то вот непонятная коррозия щеткой с мылом чуть-чуть потёр ну это естественно не отмылось это не зильбер если что-то появляется какой-то налет то он уже трудно удалим так блеск присутствует немножко ну монеты не мешковые это из оборота опять же повторюсь вот простых три разновидности нашел все остальные монеты вот эти вот из оборота также все варианты штемпеля разновидность 4,21А 4,22В у меня попалось две штучки а 4,23В лишь только одна к сожалению 4,22В и 4,23В которые являются не частыми найти пока не удалось ну сейчас зима начинается осень вернее скоро зима время будет может быть закончу отойдет так сказать страсть к копеечным номиналам перебора мешков и возьму мешок двух рублевок может быть повезет и удастся найти хотя и в обороте тоже попадается повторюсь ну вот за полгода питерских вот двушек только столько к сожалению всем спасибо за просмотр не судите строго пишите комментарии до новых встреч Продолжение следует...